МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Однако правительство, по его словам, не спешит ее вводить для производителей алкоголя. Как будут контролировать расходование денег на модернизацию ТЭЦ? Журналисты спросили об этом вице-министр энергетики Есимханова. И главное, понесут ли ответственность олигархи за ЧП на ТЭЦ? Жителям Западно-Казахстанской области возмещены потери тысячи голов скота на сумму 127 миллионов тенге. В данном направлении для людей, лишившихся домашнего скота в результате наводнения из резерва областного бюджета было выделено 187,5 миллионов тенге. Депутат-мажелис Оскар Садыков направил запрос на имя премьер-министра Лжаса Бектенова, в котором озвучил вопрос обязательной маркировки товаров. Как отметил мажелисмен, целью маркировки заявляется защита от контрафакта. Однако правительство, по его словам, не спешит ее вводить для производителей алкоголя. Ранее представители бизнеса выступали против повсеместного внедрения маркировки товаров. По их словам, маркировка грозит банкротством для предпринимателей. В итоге место малого бизнеса займет крупный бизнес. И еще обязательная маркировка товаров в ЕАЭС приведет к росту цен в Казахстане на целых 10%. Депутат-мажелиса раскритиковал казахстанские власти за лояльность к идее россиян маркировать абсолютно все товары народного потребления. По его словам, маркировку предлагается ввести не в пользу государства, а в пользу частной коммерческой компании. И очень показательно этот скрытый налог направляется не в бюджет государства, а в пользу частной коммерческой компании дочки АО «Казахтелеком». Фактически речь идет о втором роб, когда вся страна платила частному ТО. Кроме того, якобы для облегчения процедур предприниматели вынуждают вступать в некую ассоциацию при том же ТО с уплатой взносов тоже обязательных. За счет внедрения маркировки товаров на рынке EAS планировалось усилить контроль над оборотом товаров и минимизировать серый оборот на этом рынке. Потребители же, по мнению чиновников, получили бы гарантию того, что они покупают легальный товар. К тому же маркировка должна была способствовать отцифровке товарных потоков. В итоге движение продукции можно было бы отслеживать. Но, как отмечают игроки рынка, не все так однозначно, как может показаться. Бизнесмены утверждают, что стоимость оборудования для маркировки может исчисляться миллионами. По их словам, для малого бизнеса такие затраты не посильны ноша. Поэтому введение маркировки товаров разорит малый бизнес. Далее маркировка повлияет на стоимость продукции. Ведь все ложится на плечи бизнеса и, как следствие, на конечного потребителя. Цель маркировки заявляется защита от контрафакта. Но в это время правительство упорно не хочет ее вводить для самого теневого вида бизнеса, а именно для производства и обработки крепкого алкоголя. Наверное, потому что эту сферу всегда крышевали влиятельные люди из старого Казахстана. А для тех товаров, которые влияют на жизнь простых людей, обувь, медикаменты и прочие маркировки ввели в первую очередь. Это сразу привело не только к расходам МСБ, но и к удорожанию товаров. Во всем мире используется маркировка товаров штрих-кодами. Считаем ее вполне достаточной и предлагаем не изобретать велосипед, заявил депутат, а вернуться к цивилизованным методам прослеживания товаров. Бауржан-Жи Ахмед Ахмедяр-Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42. Как будут контролировать расходование денег на модернизацию ТЭЦ? Журналисты спросили об этом вице-министр энергетики Есимханова. И главное, понесут ли ответственность олигархи за ЧП на ТЭЦ? Ведь из-за этого в Казахстане жители замерзали зимой в собственных домах. Для стимулирования субъектов рынка решено направлять инвестиции на реконструкцию и модернизацию мощностей. Разработана новая программа «Тариф в обмен на инвестиции». Объем инвестиций в отрасль по программе оценивается порядка 400 миллиардов тенге ежегодно. Но в Казахстане уже действовала программа «Тариф в обмен на инвестиции». Она предполагала модернизацию ТЭЦ и коммунальных сетей. Однако большинство объектов так и осталось изношенными. Сейчас в стране 19 ТЭЦ находятся в критическом состоянии. И, как полагают эксперты отрасли, многие ТЭЦ Казахстана бесполезно модернизировать. Они уже отработали свой ресурс. После ЧП в Экибастузе проверяли расходование бюджетных денег на ТЭЦ. Ранее комиссия передала фискальные и правоохранительные органы документы в отношении ряда энергопредприятий по фактам вывода денег, а также их неэффективного и нецелевого использования. Но олигархи не понесли ответственность. Если, допустим, не дай бог, ЧП на ТЭЦ повторится, как в Экибастузе, монополисты понесут ответственность? У них усиливается ответственность или нет? Что-нибудь изменилось в этом плане? Ну, сейчас в Можилисе закон о теплоэнергетике рассматривается, и депутатами этот вопрос обсуждается. В целом, ну, как я говорил, ответственность-то в существующем законодательстве есть, руководители этих предприятий, да, и соответствующие. Поэтому, ну, вопрос, я понимаю, вы клоните вопросу ответственности акционеров, но это уже вопрос, наверное, законодательной части, как это будет. Сейчас в Можилисе это рассматривается. То есть ответственность не изменилась? Ну, на сегодняшний день есть, но в законодательстве сейчас депутаты рассматривают, как этот вопрос усилить ответственность. Ряд крупных технических сбоев на объектах теплоснабжения в 22-23 годах произошли в том числе по причине недобросовестного отношения собственников, то есть тех же олигархов. В части выделения собственных денег для поддержки предприятий, проведения работ по ремонту и модернизации. Поэтому депутаты предлагали закрепить в законопроектах ответственность собственников-акционеров, тех же олигархов, по обеспечению исправного функционирования объектов теплоснабжения для недопущения повторных печальных событий, которые произошли в Экибастузе, Риддере и других городах. Но этого не произошло. Дело в том, что акционеры в Казахстане находятся под особой защитой. А ремонтировать ТЭЦ будут за счет народа, полагают депутаты. Ведь в среднем по Казахстану произошло повышение тарифов на коммунальные услуги от 10 до 45%. Ранее сообщалось, что в стране 19 ТЭЦ находятся в критическом состоянии. Средний показатель износа казахстанских ТЭЦ составляет 66%. Правительство приняло заблаговременные меры по сдерживанию роста цен на овощи в межсезонье. Своевременно заключить контракты и обеспечить бесперебойные поставки продукции поручил премьер-министр на совещании, посвященном данному вопросу. Ежедневный анализ изменения цен и обеспечение рынка собственным урожаем в полном объеме. Такое поручение дал Олжас Бектенов ведомством. Три недели подряд снижаются цены на социально значимые продовольственные товары, например, в апреле, на 0,3%. Снижение идет по гречневой крупе, млуку, маслу, подсолнечному, муке и так далее. При этом, как обычно бывает, в конце межсезонья наблюдает рост цен на овощи, сказал министр торговли и интеграции. Для их стабилизации мы напрямую контрактуемся с поставщиками из Узбекистана и Таджикистана по выгодным ценам, исключая посредников и перекупщиков. Эту работу ведет акционерное общество «Кастрейд». Заключены договора на поставку импортных овощей с девятью социально-предпринимательскими корпорациями на общий объем 4000 тонн картофеля и лука. На совещании в правительстве было озвучено, что Акиматам дали рекомендацию законтрактовать не менее 18,6 тысяч тонн картофеля, 7,2 тысяч тонн моркови и 5 тысяч тонн лука. Для стабилизации цены вовлекают фискальные и правоохранительные органы. Ими уже возбуждено более тысячи административных производств за превышение торговой надбавки и за непродуктивных посредников. С помощью электронных счетов фактур проанализировано 2500 цепочек ценообразования, выявлено более 800 рисков нарушений торгового, налогового и антимонопольного законодательства без пощищения субъектов бизнеса. Информация по всем фактам направлена в уполномоченные органы для принятия оперативных мер. Да, нарушения есть, но и данные, озвученные Арманом Шакалеевым, отнюдь не отчет для народа. Одним из свидетельств того, что цены пошли вниз, пусть даже и неофициально, и не только нам перечисленные выше продукты, послужило видео в социальных сетях, выложенное одним из блогеров. Он сравнил два чека из супермаркета за этот и прошлый год. Я хранил этот чек целый год только ради этого видео. Снова. Мы сравним с ценами из прошлого видео. Лук репчатый стоил 130 тенге, а сейчас... 74. Мука от Сесна 2 килограмма в прошлом году стоила 826 тенге. 803. Только курсы, получается, подорожало. Макароны, маква, свитки. В прошлом году 479. Сейчас 305. Даже с акцией 447. В итоге чек, который в прошлом году стоил столько, в этом году стоит вот столько. Я тоже в шоке. Это только часть подробного перечисления по ценам. В целом, по данным Бюро национальной статистики, годовая инфляция замедлилась до 8,7% в апреле и меньше всего подорожали продукты, но существенно выросли цены на платные услуги. Разумеется, хотелось бы, чтобы они подешевели, но не стоит забывать, что ценник складывается из многих факторов. В любой товар входят затраты на производство, цена сырья, зарплаты сотрудникам, налоги, транспортировка и многое другое. Еще на это влияет, как говорили, чиновники, посредники и перекупщики. Гульнару Марова, Ганизат Успанов, Нурлан Шамгонов, ТДК-42. Крупный бизнес восстановит жилье и построит новое. Об этом во время визита в Костанайскую область рассказал вице-премьер Канад Бузумбаев. Вместе с ним в регион отправились основатели и представители компаний. Они ознакомились с объемом предстоящих восстановительных работ и пояснили жителям, какая помощь будет оказана в ближайшее время. Вся подробности в сюжете. Большая вода в регионах постепенно отступает, и жители собирают документы и справки для получения помощи. Например, от населения Костанайской области поступило свыше трех тысяч заявлений на единовременные выплаты. Финансовая помощь уже оказана почти двум тысячам семей на сумму 705,2 миллиона тенге и самые большие расходы по жилью. Чтобы жители скорее получили квадратные метры, привлекают предпринимателей. К примеру, в Костанайскую область прибыл вице-премьер, а компанию ему составили представителю крупного бизнеса. И впереди большая работа, сказал Канад Бузумбаев. Где-то 370-380 домов нужно построить, либо купить квартир. Около 680 домов предстоит отремонтировать. Мосты, линии электроснабжения, дороги и так далее. Около 9-10 миллиардов тенге по предварительным отцентам тоже необходимо направить на эти нужды. Бизнес, крупный бизнес откликнулся. Он будет помогать области, жителям. Скоро люди въедут в новые дома, получат всю необходимую помощь по всей республике. И среди предпринимателей, оказывающих помощь, речь идет о миллиардах тенге. Как местные бизнесмены, так и из других регионов. И мы как бизнес, естественно, откликнулись, как и должны были, на призыв главы государства. И делаем вместе эту большую-большую работу. Потому что только правительство и бизнес должны это делать совместно. Даже только из числа нашей компании порядка 20 человек тоже попали, к сожалению, в эти стихийные последствия. Их дома точно так же были потеряны, уничтожены. Поэтому мы, естественно, своим долгом считаем сделать эту большую работу вместе в нашей родной области, где находятся наши предприятия. Поэтому будем следовать этой задаче. Все жители республики, которые попали под влияние стихии и понесли ущерб, неважно, какой категория жилья, обязательно получат 100 МРП помощи и до 150 МРП за утраченное или испорченное имущество. В построении и приобретении жилья деятельное участие, основная нагрузка ложится на бизнес. Они напрямую купят это жилье, напрямую наймут строительные компании, которые построят, либо отремонтируют жилье, потом перейдут на баланс Акимата, и Акимата уже будет население обратно это жилье передавать. Таким образом, переживать за сохранность средств крупных предпринимателей не стоит. Тот же вице-премьер поручил специальным комиссиям завершить все работы по оценке ущерба от паводков до 10 мая. Жителям Западно-Казахстанской области возмещены потери тысячи голов скота на сумму 127 миллионов тенге. Об этом на брифинге сообщил заместитель Акимобласти Тлебберген Каюпов. В данном направлении для людей, лишившихся домашнего скота в результате наводнения из резерва областного бюджета, было выделено 187,5 миллионов тенге. Жители Мурайска, пострадавшим от паводка, продолжают оказывать материальную поддержку. На сегодняшний день почти 2000 семей получили 688 миллионов тенге социальной помощи. Самая высокая стоимость возмещения материального ущерба составляет 553 тысячи тенге. Возмещение будет проводиться после соответствующих оценочных работ. На восстановление социальных обектов школы, дома культуры, медпунктов, на него средства будут за счет государства. А расходы, связанные с дачным массивом, которые не предусмотрены в статье государственного бюджета, будут направлены с фондов ЖАИК. Помимо государства, пострадавшим помогают крупные представители бизнеса и нефтяные компании. КПО, БИВИ, ЖАИК МНАИ, они будут за свои средства строить дома. Допустим, ЖАИК МНАИ изъявил желание построить 20 домов. Наши строители построят, и они оплачивают строителям. Сейчас, чтобы быстрее все это начинать, мы привлекли наших местных строительных компаний, которые за свои средства начинают строить строительство этого дома. От паводка в области пострадали около 100 субъектов малого и среднего бизнеса. Решением их проблем будет заниматься специальная комиссия. Также продолжаются работы по возмещению ущерба тем, кто лишился домашнего скота. Для них из областного бюджета было выделено 187,5 миллионов тенге. На сегодняшний день, подавшим заявку, возмещены тысячи уголов скота в размере 126 миллионов тенге. Дана Керимбаева, Ибула Джигапара, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. 3 мая уровень воды в реке Урал в районе поселка Индерборске в Атрауск области поднялся на 38 сантиметров и остановился на отметке 788 сантиметров. Критический уровень здесь составляет 8 метров 45 сантиметров. В районе села Мохамбет уровень воды за сутки повысился на 17 сантиметров и сейчас составляет 8 метров 12 сантиметров. Опасный уровень 850 сантиметров. Кроме того, на 12 сантиметров повысился уровень воды в реке Урал в городе Атрау. На данный момент он составляет 4 метра 71 сантиметр. Критическим уровнем для областного центра считается 5 метров 50 сантиметров. На гидропосту Кигач-Шортанбай за сутки уровень воды стал выше на 4 сантиметра. Сейчас он остановился на 363 сантиметрах. Опасный уровень 5 метров. За сутки уровень воды в реке Жем понизился на 3 сантиметра и сейчас показывает 142 сантиметра. 3 мая уровень воды в Урале в районе города Уральска понизился на 7 сантиметров, в Кушуме на 4 сантиметра, в Тайпайке наоборот уровень воды поднялся на 55 сантиметра. Из Ириклинского водохранилища осуществляется сброс воды 141 кубометра в секунду. К другим темам. В аэропортах Казахстана усиливают авиационную безопасность. С 1 мая во всех воздушных гаванях страны введены дополнительные меры по усилению авиационной безопасности на привокзальных площадях, паркингах и в пассажирских терминалах. Первая линия досмотра на входе в пассажирские терминалы вводится для исключения проноса запрещенных предметов и веществ. Усиление мер по авиационной безопасности связано с проведением профилактических мероприятий и оценки состояния авиационной безопасности инфраструктуры воздушного транспорта гражданской авиации. Подобная профилактика проводится на плановой ежегодной основе для определения уровня защищенности и взаимодействия операционных служб аэропортов с государственными органами по предотвращению актов незаконного вмешательства. В этой связи мы просим вылетающих пассажиров заблаговременно приезжать в аэропорт для прохождения процедуры досмотра и регистрации. В пригороде Ак-Тубе очередникам выдали участки прямо на стихийные свалки. Территория, где люди собирались строить дома, оказалась завалена бытовым мусором. Причем горы отходов только пополняются. Навести там порядок в Акимате обещали еще в прошлом году. Но люди сетуют, что проблема остается нерешенной. Подробности в репортаже Лейла Уесовой. Мусорная полоса тянется почти на 2 километра. Причем с каждым днем эта свалка продолжает расти. Строительный мусор, бытовые отходы, сломанная мебель и сантехника. Все это люди вывозят из города целыми грузовиками. Мечта о загородном доме в одном из живописных районов Ак-Тубе обернулась настоящим кошмаром для очередников. По их словам, мусора так много, что расчистить территорию своими силами не получается. Всего здесь выдали около тысячи участков. Правда, новостройки появились рядом со стихийной свалкой. Придется теперь строить дом из мусора. Когда все расчистят? Это же опасно. А если начнется пожар, смотрите, сколько здесь отходов. Мы требуем ликвидировать свалку и наказать виновных лиц. Мы просим расчистить наши участки от мусора. Все платим налоги. У нас же могут забрать землю. Когда здесь наведут порядок? Заветные 10 соток в жилом массиве Рауан получили больше тысячи актюбинских семей. Многие уже построили дома и заселились, несмотря на зловонное соседство. И, как говорят новоселы, невыносимый запах от гниющих отходов только усиливается. Вот только поймать нарушителей не так-то просто. В основном свалка пополняется в тёмное время суток. В Акимате сообщили, что несанкционированный полигон занимает 10 гектаров. Всего там накопилось 20 тысяч тонн мусора. Подрядную организацию, которая займётся вывозом ТБО, определят по результатам тендера. На сегодняшний день 239 миллионов тенге выделены. Сейчас идут конкурсные процедуры. Сейчас конкурс на обжалование. В течение 10 работных дней должен уже выйти победитель. После этого эти работы будут начнуты. Совместно с МПС мы каждый раз работаем, проводят рейды, мероприятия. В любом случае, некоторые не понимают, что нельзя вывозить. Нужно полигон, отведённое место надо вывозить. Локацию несанкционированных полигонов чиновникам передаёт космический мониторинг. С помощью спутника только по району Алматы насчитали 20 таких точек. В АТРАУ растёт количество случаев гепатита А среди детей. В большинстве случаев причиной этого является отказ родителей от вакцинации своих детей. Об этом сообщили местные врачи. Как передаются данные заболевания, узнавали корреспонденты телеканала Каспиан Ньюс. В АТРАУ наблюдается рост заболеваемости гепатитом А среди детей. По словам врачей поликлиники номер 7, большая часть заражённых не вакцинирована. В настоящее время в медучреждении лечения получают два ребёнка. Врачи жалуются, что несмотря на проводимые разъяснительные работы, родители всё равно отказывают от вакцинации. Большинство тех, кто не желает делать прививки своим детям, поступают так не только по религиозным причинам, но и просто из-за нежелания. Сейчас среди детей наблюдается высокий рост заболеваемости гепатитом А. Болезнь передаётся через загрязнённую еду или воду, особенно сейчас, в паводковый период, гепатит А может передаться человеку с заражённой водой. Дети часто также играются в местах скопления воды. В настоящее время в нашей поликлинике на лечении находятся два ребёнка. Согласно нашим исследованиям, из 100% заражённых 90% являются непривитые дети. Однако не стоит забывать, что вакцинация лишь предотвращает болезнь. Но если человек не будет соблюдать правил гигиены, то риска заразиться всё равно есть, сообщают врачи. Всего в апреле вакцинировалось около 70 детей. Шестилетний Латиф Нуржан – один из редких смельчаков, который отважился прийти за вакциной от гепатита А и кори. О вреде вируса ему рассказала мама, поэтому он, не задумываясь, принял решение получить прививку. Так юный горожанин Латиф поделился с нами своими ощущениями после получения укола. Классно. Реакция пошла. Всю руку уже можно двигать. И можно всё резко делать уже. Не как в тот раз. Руками не так быстро делаю. Ну, чуть-чуть щипет. Тогда мне делали уже приливку. Чуть-чуть защипела, как комарик. Я призываю своих друзей к вакцине. Не бояться, как я. Напомним, в середине апреля в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области сообщили, что детей и подростков, пострадавших от наводнения в районах, будут вакцинировать от вирусного гепатита А. Здесь необходимо отметить, что вакцинация проводится не только среди жителей города Кульсара, пострадавших от наводнения, но и всей Атраусской области. Отказаться от него могут только те, кто имеет медицинские противопоказания и хронические заболевания. Получить прививку можно в поликлиниках на бесплатной основе с 8 утра до 8 вечера, а также выходные. Нурсуяль Брусова, Талек Аскаров, Нурлан Шамгонов. Специально для телеканала ТДК-42. Изотрау. Профилактику сердечных заболеваний проводят медики городских поликлиник Уральска. Представители 5-й городской поликлиники организовали акцию по измерению кровяного давления у населения. Специалисты отмечают, что люди, не контролирующие состояние кровяного давления, рискуют заболеть такими заболеваниями, как инсульт или инфаркт. Поэтому необходимо следить за состоянием здоровья. Проводя эту акцию, мы хотим напомнить населению, что необходимо следить за состоянием здоровья. Давление измеряем всем прохожим по желанию. Часто люди забывают о важности контроля за состоянием здоровья и вспоминают только тогда, когда ухудшается самочувствие. Регулярное измерение давления поможет контролировать состояние сердечно-сосудистой системы. Нашей коллеге, журналисту телеканала ТДК-42, Каламкаса, требуется дополнительное материальное помощь на лечение. Несколько месяцев назад ей поставили диагноз – рак яичников. Сейчас Каламкаса получает лечение в Индии. По словам врачей, средств собранных ранее недостаточно. Чтобы завершить полный курс лечения, требуется еще более 10 миллионов тенге. Напомним, несколько месяцев назад Каламкас поставили диагноз – рак яичника. Когда родители и родственники девушки услышали неутешительный диагноз, они начали сбор средств на лечение. Благодаря неравнодушным жителям нужная сумма собралась быстро. Каламкас отправилась на лечение. Сегодня она находится в клинике Аполло в Индии. Благодаря зарубежным врачам ей стало лучше. Но радоваться еще рано, так как ей предстоит пройти через операцию. После медицинской процедуры Каламкас нужна будет терапия, на которую требуется дополнительная материальная помощь. Операция будет проведена после переливания крови. Во время операции мы удалим опухоль. После того, как операция успешно пройдет, ей необходима дорогостоящая иммунотерапия. Одна такая процедура стоит 5000 долларов. Затем будет проведена повторная химиотерапия. Для поддержки и закрепления результата врачи назначили для Каламкас иммунотерапию, которую нужно проходить в течение трех лет. По словам врачей, у Каламкас слабый иммунитет. Они лечат ее только качественными и дорогими препаратами, благодаря которым ее состояние остается стабильным. Для того, чтобы ее состояние не ухудшилось после операции, ей требуется должное лечение. На сегодня на это требуется чуть более 10 миллионов тенге. Давайте вместе поможем Каламкас в борьбе с болезнью. Вы можете перевести любую сумму на счет по реквизитам, указанным на экранах. Дана Керимбаева, Сылбек Абекенов, телеканал ТДК-42. Порядка 60 миллионов тенге необходимо на содержание уральских фонтанов. Об этом сообщил руководитель отдела ЖКХ. Эти средства предусмотрены на текущее содержание, обслуживание и замену некоторых деталей. Сегодня в городе насчитывается 25 фонтанов. Большая их часть устарела. При этом в текущем году работы по их обновлению не запланированы. Начали работу по очистке, замене форсунок и прочих. Работы также ведутся в штатном режиме. Здесь у нас местная компания, замен энергосервис называется. Она также будет обслуживать в этом году. Здесь договор также трехгодичный. Компания местная работает в штатном режиме. В принципе, к первой декаде, через середину мая полностью все будет работать в штатном режиме. Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в эти выходные в Уральске. В субботу традиционная ярмарка состоится на улице Ихсаново, в воскресенье в поселке Зачиганск на улице Жангерхана. Традиционным покупателям будут предложены овощи и фрукты, мясная, молочная и другая продукция по сниженным ценам. Акимат приглашает предпринимателей, сельхозтоваропроизводителей и жителей города принять активное участие в ярмарках. Все самое главное за неделю. Воскресенье в программе. Итоги недели. На ТДК-42. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Одежда ведущим предоставлена магазином Купер. Бутики мужской одежды Купер расположены в торгово-развлекательном комплексе Сити-Центр на третьем этаже и в торгово-развлекательном центре Азиамол на первом этаже. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин